Будешь ли ты писать диск на Бинетт Сэн и когда на него ждать? Диск на Бинетт я не буду писать, потому что мы с ней дружим очень хорошо, и поэтому я отменил эту тему. Сейчас у меня в голове только Иксу Лайф, потому что обычные видео я старалась снимать, они уже не приносят такое удовольствие, и плюс подписчики тоже такое уже не любят. Как вы сохраняете дружелюбные отношения в группе? Так как у нас даже больше, знаешь, не группа, ну да, мы команда, но мы правда как семья, ну вот ребята, особенно которые уже с нами давно, как любая семья, есть ссоры, мы миримся и так далее, и как бы не можем без друга, потому что мы как будто привязаны. Хорошо, на дворе осень, вокруг осенняя депрессия, есть ли она у тебя? Если есть, то как ты с ней справляешься? Слава Богу, что у меня нет осенней депрессии, она у меня была летом, вот как-то странно, но сейчас все хорошо, ура. Вы взяли участницу, которая занимается мейкапом так же, как и ты, расскажи, ты рада этому? Я, конечно, безумно рада, потому что не нужно сравнивать вообще людей, это просто одна сфера, в которой работают, и мейкапом занимаются многие люди, это не значит, что они как я, поэтому я очень рада. У тебя столько видео на твоем канале, а какое, по твоему мнению, самое трэшовое? Самое трэшовое, это, наверное, где я 24 часа говорю «да», и там я, короче, это не нужно повторять никому! Я там, короче, в Афимоле, в торговом центре Москвы, я светился, чтобы сделать превьюх, вот так, с четвертого этажа, вот, я светился ради этого, ну вот, вот это самое трэш было, это было самое опасное в моей жизни просто, то, что я делал, наверное, такого. И рада ты новым участникам вообще? Да, конечно, я рада новым участникам, но я топила, конечно же, за мальчиков, потому что у нас их, в априори, не так много, как девочек, вот, и хотела, чтобы мальчиков было больше, тем более все разные, но вообще я за каждого болела. И вообще, расскажи, где мы тебя можем встретить в дальнейших мероприятиях, и что от тебя ждать на канале? Я не знаю, где меня можно встретить, я просто, ну, в торговых центрах, типа, я постоянно снимаю в торговых центрах, сейчас мы все время снимаем. С Герой, с Андреем, именно вот в таких местах, вот. Хотел бы ты работать аниматором щенячьего патруля? Конечно, ведь это так важно для меня. На самом деле нет, но, когда мне было речь в транс, я ездил в лагерь, у нас была с ребятами тема такая, что мы в лет 18 поедем работать аниматорами в лагерь, поэтому, возможно, вот, от прошлого моего осталось немножко. Все тебя шиперят с новой участницей X-Life Региной. Кто это? А, это новая. На самом деле, меня шиперят, по-моему, со всеми новыми девочками и со всеми старыми девочками, это круто. Я рад, на самом деле, но мы не встречаемся. Это, если что, чтобы прямо официально, я просто прикалываюсь.